Привет! О, привет, какие люди! Как ты? Работаешь? Ну да, потихонечку. Ты кто, ты что ли? Не важно, не поглядь. Как у тебя дела? Хорошо. Слушай, есть новость? Какая? В общем, я уволила сестре пара. О, конечно. Я поняла, что танцами там все не заканчивается. Приложение я точно не готова. Знаешь, потом попробовала себя в фотографии, пофотографировалась, но тоже... Не хочу, не могу и, в общем, даже рада. Как-то отлегло все. Слушай, ну я очень рад, на самом деле, за тебя, что ты смогла, нашла в себе силы и от всего этого отказалась, потому что сложно уйти от этого. Спасибо. Ну я же тебе говорила, что... Вот, я тебе говорила, что... Я боялся, боялся, да. Так, вот как у тебя дела? У меня, да, все клево. Мы с Яной вместе. Да ладно, ты и Яна? Что, принцесса дождалась своего принца? Ну, кип того. Слушай, даже не знаю, тебе посочувствовать или за тебя порадоваться? Так, давай без тебя, ладно? Нет, правда, у нас все клево. Там прискучи. Меня, как бы, все вообще устраивает. Да? Ну, хорошо. Ну, она хочет чего-то большего. А ты? Она хочет жить вместе. А меня все устраивает так, как есть, понимаешь? Ну, а почему бы не сделать шаг... Ну, я не готов пока к этому. Ну, слушай... Надо подумать. Янка, она такая домашняя девочка, поэтому, в принципе, ну, все с ней понятно. Но если ты этого не хочешь, то попробуй как-то показать действиями, что есть приспятива в ваших отношениях на будущее, чтобы она, по крайней мере, жила и людьми. А ты знаешь, так ты ее потеряешь. Ну, я подумаю. Спасибо, конечно, за совет. Прощайся, если что. Ладно, не побежала, не буду тебя отвлекать. Уже все? Ну, уже все, побегу я. Уже совсем все? Уже совсем все. Ну, быстро ты. Хорошего тебе дня. Тебе тоже. Молодец, что заскочила. Спасибо. Давай, пока. Давай. Мы с Настей прошли через многое вместе. И ничто не испортило нашу дружбу. Что касается рабочих моментов, то, значит, в курс дела вас ведет Яна. Она расскажет, что у нас здесь как. Расскажет про смены и так далее. У нас есть, значит, три правила, которые нельзя нарушать. Первое – это, значит, субординация. Второе – это алкоголь. Третье – это опоздание. Даже не переживать. У нас все в порядке и все будет хорошо. Очень хорошо. В принципе, можно подытожить только благодаря рекомендациям Яны. Она, значит, в принципе, я доволен, как она здесь работает. На основании этого я готов вас взять на работу. Вы когда готовы приступить? В принципе, сегодня, завтра, когда нужно. Давайте, знаете как, давайте завтра с утра мы вас ждем. Хорошо. Приходите, да. Только у меня только вопрос. Что касается зарплаты. Можно, пожалуйста, более подробно? Что касается зарплаты, на время испытательного срока у вас, значит, смена будет 700 рублей за выход. И, соответственно, весь чай будет ваш. Все. Хорошо. Спасибо вам большое. До завтра. Да, до завтра. Я вас не подведу. Буду надеяться. До свидания. Всего доброго. Все, Алекс, отвали. Да ты без опыта. Вы что? Взяли? Да. Поздравляю. Что? Когда на работу? Пошли. Когда на работу? Завтра. Вместе пойдем. Да. Так, Ален, только, пожалуйста, смотри. Я так понимаю, тебе под мою ответственность взяли? Да. Давай без косяков не подводи меня. Хорошо? Слушай, он такой классный. Ален, начинается. Нет, нет. Слушай, Яна, честно, спасибо тебе. Прямо огромное. Не хочу я. Прямо бармен. Такая синяется. Нормально. Да, и такой момент. Подожди. Я обещаю, что это будет хорошо. Честно, я буду работать, я буду стараться. Буду умничкой. Хорошо, и такой момент. Я не знаю, как он сложится с Алексом, но давай так. На работе никаких романов? Ян, давай, пожалуйста, я тебе скажу одну вещь. Ни на работе, ни дома, ни вообще нигде. Никогда ничего с чат не больше не связывает. Я уже это где-то слышала. Яна, я тебе говорю серьезно, все. Тогда никаких скандалов. Ну, хорошо. И подсобка для работы. Это все прошло. Все, давайте поздравляем. Спасибо большое. Увидимся. До вечера. Удачи работы. Ну, я никогда не думала, что я обрадуюсь тому, что меня возьмут одолженности официантки. Но, с другой стороны, у меня просто нет другого выбора. Привет. Позвонила? Да, я хотела поговорить с тобой. Заходи. Я... Ну, в общем, Нина мне позвонила. Рассказала, что ты не дал ей сбежать с больницы. Я хотела тебе сказать спасибо. За то, что ты понял, что все-таки ограничивать ее свободу нужно. Все подряд не надо разрешать. Я ждала от тебя этих настоящих ответственных отцовских решений. Марина, да они все время были ответственные отцовские решения. Просто ты их по-своему трактовала. Ну, ладно, давай не будем ругаться. Пойдем чай попьем? Пойдем. Проходи, садись. Чай, кофе? Чай. Ты действительно хочешь, чтобы Нина у тебя пожила? Да. Может, все-таки у меня у тебя там столько народу? Нет, Марина, она будет жить у меня. Я думаю, это будет правильно. А ты уверен, что ты сможешь ее там контролировать? Честно, нет. Ну, я думаю, что, во-первых, она у меня все время на глазах. Во-вторых, присутствие отца ей необходимо. И все-таки родителей-то у нее двое. Она должна ощущать внимание обоих. Твое и мое. Поэтому я думаю, что это будет верное решение. Ну, ты прав. А где она там будет жить? Где она будет жить? Там на втором этаже комната есть. Свободная, хорошая, чистая, светлая комната. Там окошко мансардное. Не переживай. И ты в любой момент можешь прийти не просто в гости, а к дочери, понимаешь, спокойно. В любое время. Я рад буду тебя видеть. Правда. Спасибо тебе. Я настолько привык к тому, что Марина орет и визжит на меня, что, в принципе, сегодняшняя ситуация для меня удивление. Вообще, честно сказать, я очень рассчитываю, что мы сможем с ней найти общий язык и разговаривать как два взрослых здравомыслящих человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Громальная вообще? У нас сегодня все. Так, ребят, стоп-э. Погоди, чистое все. Давайте сфотографируемся. Полный стол у нас селфи. Давай, давай. Давай. Я видела? Все смотрел. Гром. Все в кадре? Три, четыре, сиськи! Гром. Гром. Все, приятного аппетита. Да, спасибо вам. Что это делаете, Лиз? Это... ...такая передушина. Гром. 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 Ну, успеваю. Философию учу активно. Это основная ч bolt. Такой баланс. Просто круто. Гром. Н�, видишь, какая та девочка молодец. Конечно, видишь, не молодец, но лучше всех. Вот-вот. А ты вообще соответствуешь ей? Я нас ответствуюсь. Да? Да. А ты знаешь, допустим, кто такой Шиппингавер, допустим? Кто? Шиппингавер. А вообще-то, Алёна, откуда знаешь. Алена вообще-то много. Алёна вообще-то читает, в процессе есть Wald aufs air. Д ПОДУРА quoi. Здесь читают. А это самый главный покупатель украшений. Это он и есть, Митя. У нас Митя очень хороший. Он такой скотливый, добрый. Да, он хороший. Самое главное, что он очень тесный. Недавно сейчас долго вернул. А что за долг? Очень много зарабатывает в последнее время. Достойная зарплата у него, и это здорово. Тоже большой молодец. Ребят, как у кого день прошел? Давайте делиться. Как, где? На работе как? На работе? У меня офисы супер на работе. В смысле, у тебя на работе где? Я устроилась на работу. Куда? В Яночке, в кафе. Официанткой. Я вот не знаю. Официантка-певица такая. Я буду ходить и разносить певицу. Мы же, кстати, порепетируем. Давай поедим сначала, мне надо репетировать. Мне надо попробовать. Я больше не собираю, этим занимается Алена. У нас больше нет колбасы, Алена, последняя. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш заказик. А мы не заказывали. Рядом аппетита. Мы это не заказывали. Что вы не заказывали? Заказывали, вы заказывали. Молодец. Сверчевые. Алена, так делать нельзя. Сверчевые. Сверчевые, мы еще не поедем. Сейчас посудку будет после. Вот надо. Я уволилась. Митя, я тебе уволюсь. Вот это карьера. Митя, не бери ты в голову. В самом деле, я тебе тоже расскажу. А если получится. Хорошо. Ай. Все очень вкусно и очень классно. Ну, такое позитивное настроение обычно после шоппинга. Потому что я наконец-то нашла свои любимые туфли. Макс, как ты? Да? Представляешь? Да. Макс, какие туфли. Может, покажешь? Ты совсем уже? Ну, зачем? Ну, ты просто сидишь на месте. Очень похоже. Или я не выспалась сегодня? Молодцы выросли. Ты мне серьезно покажешь? Туфли? Да. Конечно, они очень классные. Пойдем. А можно Илья посмотреть? Да, конечно, пойдем тоже. Осторожно. Я просто, понимаешь, что дует и милженый. Я даже тебе говорила. Они, а? Да, кстати, там же. Юти, ты куда пошел? В смысле? Я с Лизой. Иди, давай, тебе есть чем заняться. Я сейчас вернусь. Я и верну. Что, как туфельки-то? Да не моего размера. Мы готовы? Давай. Да, мы готовы. Показывай. Та-дам. Нога, нога, нога. О, они еще очень классные. Такие стильные. Угу. Супер простые. Они, главное, очень удобные. С юбочкой с карандашем будут вообще очень здорово смотреться. Да, чего мне это стоило? А дорогие? По времени. Эээээ... Пятнадцать. Пятнадцать? Ничего себе. Ого, могу себе позволить. Ну? Кстати, Юля, может, все-таки расскажешь, что у вас там за долг с Митей? Да ерунда, Алиса. На самом деле, история такая... Все хорошо, не переживай. Да ладно, ну что в этом такого? Тем более, ты сказала, он часть вернул, еще часть осталась, да? Ну, там тоже ерунда. Я просто готова вернуть часть долга этого. Нет, ты что, перестань, да? Ни в коем случае. Да ладно, ну чего ты, сейчас я вернусь. Подожди секунду. Слушай, Юля, мне кажется, это как-то не очень красиво получается. Да. Она еще будет девушку с Митей что-то долг отдавать. Вообще. Ну, так что, может, все-таки скажешь, сколько ты должен? Нет, нет, ни в коем случае, перестань. Правда, все нормально. Да мы, как одна большая семья, друг друга занимаем, отдаем. Не нужно. Ну, тем более. Я все прекрасно понимаю. Мы с ним и обговорили это все. А, да? Ну да. Так что... Сколько? Двадцать. Двадцать. Хорошо, сейчас. Ну вот, здесь двадцать тысяч. Я тогда оставлю их здесь, ладно? Просто мне уже бежать пора. Да, конечно, спасибо вам. Все, счастливо. Хорошо, пока. Мить, мне пора. Юля, я вот, знаешь, если честно, не уверена в том, что они с Митей с моментом говорили. Я тоже. Да, неловкая ситуация получилась. Но раз Лиза говорит, что Митя в курсе, то... Все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алис, что здесь происходит? Кто это? Кто это? Алис, ты что здесь взоряешься этими телочками в квартире у Леры? Я все ей расскажу. Я же вовчина пришла. Что вы здесь делаете вообще? На моих красивых девочек. Ага, твои девочки как мимо-то красивые. Мне кажется, что ты здесь реально лишняя. Я здесь не лишняя. Убирайся этими телочками, куда хочешь. Алис, погуляй пару часиков, погуни какой-нибудь бамбук, пограти. Не сам гуляй, я дома остаюсь, ясно? Я гуляю вообще. Я не пришла. Девочки, пойду встречу. Остается. Очень интересно. Алис, я остаюсь дома, тебе ясно? Что ты с тобой разговариваешь? В смысле как снялась? Слушай, отвали, отвали от меня, слышишь? Алис, давай, иди отсюда, выметайся. Что ты делаешь? Алис, ну иди погуляй пару часов. Я никуда не пойду тебе, ясно? Я не издеваюсь. Вот с метелочками в другом месте раздвигай ноги. Это говорит, что не пух. Ты что вообще сейчас не позволяешь, а? Пошла вон. Алис, он, он просто, Алис, он ведь, он ведь мог меня убить. И я теперь не знаю, что делать. Алис, он, он просто, Алекс, он ведь мог меня убить. О, Дашка, привет. Слушай, прикинь, я наконец-то сняла комнату. Большая, уютная, светлая, возле работы. Просто все круто. Одной проблемой меньше. Круто, круто, и у тебя может. Не то, что у меня. Мне вообще жесть. Даже выпью, пожалуй. Давай. Макс, застукал в своей комнате нас с Патриком? Как? Не серьезно? Ну, почему, ребят? Не смешно, правда. Как? Ну, почему ты меня смешишь? Правда, ситуация вообще ужасная. Я не знаю, что делать теперь. Ты вот ржешь, а мне не смешно. Где мне теперь жить? Я если не пыталась поговорить, он вообще ни в какую. Он не соглашается, ничего. А что мне делать? Вообще никак. Вообще, я не знаю, что делать. У меня, у меня, у меня, вот, эта проблема вообще. Блин, ну, думаю, что-нибудь. Может, у тебя? Чуть-чуть, может. Я, слушай, я на самом деле очень рада была тебе помочь. Но у меня хозяйка, я просто на ключах права. Хожу под стеночки, боюсь. Нельзя, нельзя мне гостей. Нельзя. Блин, слушай, ну он что-нибудь придумал, обязательно. Он у девчонок спросил. Чего девчонки-девчонки? Ну, я думаю, что мы тебе думаем, да, что-то. Ну, хотелось бы в это верить, конечно, но не знаю. Не знаю. Ладно. Ладно, не переживай, все решится, что-нибудь. Мне пора на выход. Давай, встретимся. Ну, вообще, если честно, никаких проблем с хозяйкой у меня нет. Я просто хочу жить в своей комнате одна. А Даша... Даша мне и на работе хватает. Макс, слушай, я тут список составила небольшой по поводу того, что еще необходимо в комнату Нины. Я думаю, что столик какой-то нужен для учебы и для занятий. Столик нужен, хотя, конечно, его лучше с ней выбирать. Ну, пометь, да, запиши. А как думаешь, шторы там не стоят поменять? Шторы, шторы однозначные. Угу. Ну... Ребята, откройте кто-нибудь, пожалуйста, а? Серега. Серега, открой, правда, спаду. Только лежим хорошо. Серега сразу. Что, консерв, что ли, вам? Или батонами лучше? Ну, молодец. Не ноль, ладно, открою. Привет. Опачки. Ну, заходи, Коль пришла. Спасибо. А вот и мы. Я слышно. Привет, ребят. Настенька, ты чего такой хлам-то? Я в хлам. Ну... Знаешь, Денщик, кажется, я сломалась. Больше не могу так. Какая же тихая Москва жестокая. Я думала, что... Так много думала. Привет, Макс. Привет. Ты чего ж так набралась-то, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай попьем что-нибудь, а? Постой спокойно немножко. Давайте я водички сейчас налью. Люди такие жестокие, Макс, в Москве. Что правда, то правда. Я думала, что я приеду, и все будет не так. Давай. Берем двумя ручками, аккуратненько ставь. Да. Так, ну ничего страшного бывает. Сейчас Сережа вытрет здесь. Слушайте, простите, пожалуйста. Даже здесь я умудрилась. И я вырву. Чашечку убрать. Не знаю, что делать вообще. Люди жестокие такие все. Наверное, не ожидали, что я приеду, да? Нет. Я пришла сказать, ребят. Простите меня. Ален, ну... Ален! Прости меня, пожалуйста. Я такая дрянь была. Ален! Настя, 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 вставай. Вставай, ты че. Прилипс какая, блин. Это ты, 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 ты ударил силу, да? Идти можешь? Пойдем в ванну, умолимся хотя бы. Че за концерт на мне ходят? Да ладно, перебухала девочка, че. На автомате дюк-дюк-дюк пришла. Сейчас ты коротку сюда, я не пойму. Протри, а Юль? Юль, ты еще вытирать за ней будешь? А вы как, ну че, ходить, поехали? Понятно, что ты сам не решил. Молодец. Значит так. Если она совсем никакая, положи ее спать, пожалуйста. Лединица попроси. Лучше, если вы ее отправите на такси. Можешь мне ее в свою кровать уложить, Макс? Санечка, пожалуйста, я не в том настроении. Ну че ты, дуешься-то? Че, куда она поедет, представь? Она пьяная вообще в хлам просто. Вот здесь мне ее еще не хватало. Сереж, ты, кажется, чай пил. А что еще за явление? Завалилась, как себе домой. Дорогу, видимо, забыть не может. И Дэн тоже хорош. Подорвался, как верный пес. Дорогу, а где Даша? Привет, Даша. Привет. Че ты пустишь? Да нет, я не хочу так. Отдыхаю. Отдыхаешь? Я же вижу, что ты просили. Да нет, ты так просили. Не обращай внимания. Что случилось? Ну, вот из-за того рация меня Макс выгоняет из дома, из квартиры. И как бы у меня теперь негде жить. Я хотела с Марго попробовать, ну как бы, пожить у нее временно. Но у меня своя ситуация. Даша. Поэтому, я не знаю, что делать. Это проблема. Что смеешься ты? Это проблема. Для меня, да. Даша, я живу один. Что? Бери вещи и перешай ко мне. В чем проблема? Да ты смеешься. Нет. Опять. Я рад. К чему рад? Перешай ко мне. Серьезно? Я рад помочь. Серьезно? Да. Я пойду Марго обратно. Давай. Марго. Ты? Чего? Я хорошая новость. Какие? Матрик предложил мне у него пожить. Представляете? Слушай, ну я тебя, конечно, поздравляю. Слушай, Снежка, конечно, забавный, но... Слушай, может ты себе другого мужа найдешь, да и побогаче? Ну, согласись, у меня безвыходная ситуация. Иначе я на улице остаюсь. Ну да. Смотри, я отвою. Патрик, просто душка. Квартирный вопрос решен. Знаешь, это как раньше, так же молодец. Спасибо. Очень приятно. Сколько времени? О, Кость, мне уже пора. Так рано? Да, нужно домой. Метро скоро закрается. Нет, ну метро же не безопасно. Метро тебя не отпущу. Да прекрати, все нормально. Поеду на такси. Кстати, ты знаешь, что сейчас вышел новый закон? Какой? Детям без сопровождения взрослых в такси ездить запрещено. Да кому? Ну, хватит шутить. Ну, я серьезно говорю. Нет, если серьезно, Ален, то ты можешь лечь в моей комнате, а я лягу в гостиной. Ну, я думаю, это чуть неудобство, они ни к чему. Я лучше пойду домой, и все будет хорошо. Все нормально, все нормально. Кстати, ты можешь лечь в моей футболке. Я помню, ты любила спать в моих футболках. Ты помнишь? Я все помню. Сейчас принесу. Ну, все, пришли. Ну, все, спасибо. Давай, до завтра. Знаешь, я скачал новое приложение на телефоне. Очень крутое, с усами. Сделаешь фотографию, и автоматически он сыправляется на теле. Я знаю, это приложение очень интересное. А ты знаешь, какой ты танец? Я танцую на фриканские чубаки, которые живут на острове Мумбай. Хочешь, что мы можем с тобой залезть в Ютуб, посмотреть, и посмотришь, насколько я делаю культуру. Митя, уже поздно. Давай не сегодня, хорошо? Лиза, мне кажется, ноги промокли. Мне кажется, надо ее поставить на батарею, бушмакировать, время попить нам чаю. Не хочешь? Какой чай? Таня спит. Мы ее разбудим, не надо. Митя, с утра рано вставать. Ну, по-моему, тихо. Митя, пожалуйста, ну, давай в следующий раз, хорошо? Ну, не сейчас, Митя. Давай, пока. Ну, давай, до завтра. Ты мне поцелуй уже. Ну, хорошо. Митя, давай, ну, все, до завтра. Тьфу. Не, блин, ну, что такое? Когда уже это случится? Я больше ведь спеть не могу. Татьяна, надо вызвать ей такси и отправить ее домой. Смотри, какое такси. Она из машины-то сама не выйдет. Обычное такси. Слушай, я тогда с ней поеду. Я с ней только поеду, потому что, нет, я такого не отпущу. Нет, уж, дорогой мой, тогда пускай здесь спит. Ты уж определись. Иди наверх, сейчас я приду. В смысле, иди наверх, Дэн, положи ее и все, пойдем уже. Сейчас уложи, приду, иди, жди меня там. В смысле, сейчас уложи, приду. Все, давай. Она уже легла. Она еще не легла. Ян, пять минут, и я приду. Дэн, я жду тебя через минуту. Чего все злые какие-то? Наська, даешь, конечно. Все, давай, будешь. Так, все. Давай, сладких снов. Ты не видишь, что она специально использует тебя, чтобы обратно в квартиру попасть. А как я с ней теперь буду жить? Да у меня всю жизнь сломали теперь. Ну, пожалуйста, можно открыть глаза? Еще чуть-чуть нельзя. Ну, пожалуйста. Я все еще люблю. Вот это карьера. Макс, конечно. Макс, какие-то туфли. Макс, какие-то туфли. Макс, какие-то туфли. Может, покажешь? Ты совсем уже? Ну, ты что, ну, ты просто сидишь на месте. Очень похожа. Или я не выспалась сегодня. Волосы выросли. Ты мне серьезно покажешь? Туфли? Да. Конечно, они очень классные. Пойдем. А можно и меня посмотреть? Да, конечно, пойдем тоже. Осторожно. Я просто, понимаешь, что ты и вижу, но я полегу. Я даже тебе говорила. Они, а? Попила в магазине. Да, кстати, там же. Витя, ты куда пошел? В смысле? Я с Лизой. Иди, давай, тебе ищем заняться. Я сейчас вернусь. Я ей верну. Самок. Что, как туфельки-то? Да мне на его размеры. Ну, готова? Давай, показывай. Та-дам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О-о-о, они все очень классные. Такие стильные. Угу. Супер просто. Они, главное, очень удобные. С юбочкой, с карандашем будут вообще очень здорово смотреться. Да, чего мне это стоило по времени? Пятнадцать. Пятнадцать? Ничего себе. Ого, могу себе позволить. Ну. Кстати, Юля, может, все-таки расскажешь, что у вас там за долг с Митей? Да ерунда, Алиса. На самом деле, история такая... Все хорошо, не переживай. Да ладно, ну что в этом такого? Тем более, ты сказала, он часть вернул. Еще часть осталась, да? Ну, там тоже ерунда. Я просто готова вернуть часть долга этого. Нет, ты что, перестань, да? Не в коем случае. Ладно, ну чего ты, сейчас я вернусь. Подожди секунду. Слушай, Юля, мне кажется, это как-то не очень красиво получается. Да. Если она еще будет девушку с Митей чуть толку отдавать. Вообще-то... Ну так что, может, все-таки скажешь, сколько он должен? Нет, нет, в коем случае, перестань. Правда, все нормально. Да мы, как одна большая семья, друг друга занимаем, отдаем. Не нужно. Ну, тем более, я все прекрасно понимаю. Мы с ним и обговорили это все. А, да? Ну да, так что, сколько? Двадцать. Двадцать. Хорошо, сейчас. Ну вот, здесь двадцать тысяч. Я тогда оставлю их здесь, Ладно? Просто мне уже бежать пора. Сказала, что ты не дал ей сбежать с больницы. Я хотела тебе сказать спасибо. За то, что ты понял, что все-таки ограничивать ее свободу нужно. Все подряд не надо разрешать. Я ждала от тебя этих настоящих ответственных отцовских решений. Марина, да они все время были ответственные отцовские решения. Просто ты их по-своему трактовала. Ну, ладно, давай не будем ругаться. Пойдем чай попьем? Пойдем. Проходи, садись. Чай, кофе? Чай. Ты действительно хочешь, чтобы Нина у тебя пожила? Да. Может, все-таки у меня, у тебя там столько народу? Нет, Марина, она будет жить у меня. Я думаю, это будет правильно. А ты уверен, что ты сможешь ее там контролировать? Честно, нет. Ну, я думаю, что, во-первых, она у меня все время на глазах. Во-вторых, присутствие отца ей необходимо. И все-таки родители-то у нее двое. Она должна ощущать внимание обоих. Твое и мое. Поэтому я думаю, что это будет верное решение. Ну, ты прав. А где она там будет жить? Где она будет жить? Там на втором этаже комната есть. Свободная, хорошая, чистая, светлая комната. Там окошко мансардное. Не переживай. И ты в любой момент можешь прийти. Не просто в гости, а к дочери. Понимаешь? Спокойно. В любое время. Я рад буду тебя видеть. Правда. Спасибо тебе. Я настолько привык к тому, что Марина орет и визжит на меня, что, в принципе, сегодняшняя ситуация для меня удивление. Вообще, честно сказать, я очень рассчитываю, что мы сможем с ней найти общий язык и разговаривать как два взрослых здравомыслящих человека. Привет. О, привет, какие люди. Как ты? Работаешь? Ну да, потихонечку. Ты кто, ты что ли? Неважно, не поглядь. Как у тебя дела? Хорошо. Слушай, у меня есть новость. Какая? В общем, я уволила в сестре пара. О, конечно. Я поняла, что танцами там все не заканчивается. На предложение я точно не готова. Знаешь, потом попробовала с себя фотографии, пофотографировалась, но тоже не хочу, не могу и, в общем, даже рада. Как-то отлегло все. Слушай, ну я очень рад, на самом деле, за тебя, что ты смогла, нашла в себе силы и от силы этого отказалась, потому что, ну, сложно уйти от этого. Ну, я же тебе говорила, что... Это как трясина, как болото, понимаешь? Вот, я тебе говорила, что... Я боялся, боялся, да. Так, вот как у тебя дела? У меня, да, все клево. Мы с Яной вместе. Да ладно, ты и Яна? Что, принцесса дождалась своего принца? Ну, хип того. Слушай, даже не знаю, тебе посочувствовать или за тебя порадоваться? Так, давай без стеба, ладно? Не, правда, у нас все клево. Там прислучение. Мне, как бы, все вообще устраивает. Да? Ну, хорошо. Ну, она хочет чего-то большего. А ты? Она хочет жить вместе. А меня все устраивает так, как есть, понимаешь? Ну, а почему бы не сделать шаг... Ну, я не готов пока к этому. Ну, слушай... Надо подумать. Я, как бы, такая домашняя девочка, поэтому, в принципе, ну, все с ней понятно. Но если ты этого не хочешь, то попробуй как-то показать действиями, что есть приспятива в ваших отношениях на будущее, чтобы она, по крайней мере, жила и людьми. А ты знаешь, так ты ее потеряешь. Ну, я подумаю. Спасибо, конечно, за совет. Прощайся, если что. Ладно, не побежала, не буду чего-то отвлекать. Уже все? Ну, уже все, побегу я. Ну, уже совсем все? Уже совсем все. Ну, быстро ты. Хорошего тебе дня. Тебе тоже. Молодец, что заскочила. Спасибо. Давай, пока. Давай. Мы с Настей прошли через многое вместе. И ничто не испортило нашу дружбу. Что касается рабочих моментов, то, значит, в курс дела вас ведет Яна. Она расскажет, что у нас здесь как, расскажет про смены и так далее. У нас есть, значит, три правила, которые нельзя нарушать. Первое, это, значит, субординация. Второе, это алкоголь. Третье, это опоздание. Даже не переживать. На самом деле все в порядке и все будет хорошо. Очень хорошо. В принципе, можно подытожить только благодаря, там, рекомендациям Яны. То, что, там, она, значит, в принципе, я доволен, как она здесь работает. На основании этого я готов, там, вас взять на работу. Вы когда готовы приступить? В принципе, сегодня, завтра, когда нужно. Давайте, знаете как, давайте завтра, с утра, мы вас ждем. Приходите, да. Только у меня такой вопрос, что касается зарплаты. Можно, пожалуйста, более подробно? Что касается зарплаты, на время испытательного срока у вас, значит, смена будет 700 рублей за выход. И, соответственно, весь чай будет ваш. Все, хорошо. Все, тогда. Спасибо вам большое. До завтра. Да, до завтра. Я вас не подведу. Буду надеяться. До свидания. Ну, все, добро. Все, Алекс, отвали. Да, ты безопытная. Вы что, взяли? Да. Поздравляю. Что, когда на работу? Пошли. Когда на работу? Завтра. Вместе пойдем. Да. Так, Алена, только, пожалуйста, смотри. Я так, на тебя прямая ответственность взяли. Давай, без косяков, не подводи меня, хорошо? Слушай, он такой классный. Алло, начинается. Слушай, Ян, честно, спасибо тебе, прям огромное. А что, я не понимаю, это барбер. Это не кратинец, нормально, особенно. Да, и такой момент. Я обещаю, что будет хорошо, честно, я буду работать, я буду стараться, буду уночкой. Хорошо, и такой момент. И я не знаю, как оно сложится с Алексом. Но давай так, на работе никаких романов? Я. Ну, я, пожалуйста, я тебе скажу одну вещь. Не на работе, не дома, не вообще нигде. Никогда ничего с чат меня больше не связывает. Я уже это где-то слышала. Яна, я тебе говорю серьёзно, всё. Тогда никаких скандалов. Ну, хорошо. И подсобка для работы. Всё, это всё прошло. Всё, давайте, подсобно. До свидания. Увидимся. До вечера. Удачи, работа. Ну, я никогда не думала, что я обрадуюсь тому, что меня возьмут одолжить официантки. Но, с другой стороны, у меня просто нет другого выбора. Привет. Позвонила? Да, я хотела поговорить с тобой. Заходи. Я, в общем, Нина мне позвонила. Нормальная вам щитка. Вот, теперь мы вроде всё. Так, ребят, стопэ. Погоди, чисто, давайте сфотографируемся. Полный стол у нас селфи. Давай. Давай. Меня видно? Вперёд. Все в кадре? Три, четыре. Сись. И-е-е-е. Всё, приятного аппетита. Да, спасибо вам. Спасибо вам. Что ты делаешь, Лиза? Это, видите, такая передушина вкусная. Мне так-то вообще. Нет, спасибо. Хочешь, да? Да. Нальём соус. Да, ты мне тоже. Лиз, как дела? Дело хорошо. Сейчас вся в учёбе. Как учёба? Вся в учёбе. Столько всего читать, еле успеваю. Философию учёк, Тина. Это, наверное, очень умница. Мит, видишь, какая-то девочка молодец. Конечно, видишь, какая-то молодец. Она лучше всех. Вот-вот. А ты вообще соответствуешь ей? Я не соответствую. Да? А ты знаешь, допустим, кто такой Шопенгавр, допустим? Кто? Шопенгавр. А ты, Таля, откуда знаешь? Алёна учат много. Алёна учат и читает, в отличие от него. Да, я не знаю. Здесь читает. Это самый главный покупатель украшений. А, Митик. Конечно. Это он и есть, Митик. Да, я не знаю, что ты их просто кормил. Это правда. Да, что кушает. У нас есть Митик очень хороший. Он такой уходный, добрый. Да, он хороший. Самое главное, что он очень тесный. Недавно сейчас долго вернул. А что за долг? Очень много зарабатывает просто в последнее время. Достойная зарплата у него, и это здорово. Тоже большой молодец в этом. Здесь не перед головой. Ребят, как у кого день прошел? Давайте делиться. Кто, как, где? На работе как? На работе? У меня офисы супер на работе. Мы не думали. Смыслей, у тебя на работе где? Я устроилась на работу. Куда? Яночке в кафе. Кем? Куда? Официанткой. Официанткой? Я вот не знаю, я не хочу. Это певица такая. Вот еще этого мне только не хватало. Я буду ходить, разносить певицу, да. Мы же, кстати, порепетируем. Давай поедим сначала, мне надо репетировать. Да, ну, мне надо попробовать. Давай, давай. Я же вас какие больше не собираю, этим занимается Алена. У нас больше нет колбасы, Аленка последняя. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш заказик. А мы не заказывали. Я давал им пить. Но это не заказывали. Что вы не заказывали? Заказывали, вы заказывали. Молодец. Верчевые сусланы. Чаевые сусланы, мы еще не поверим. Сейчас посудка будет после. Вот, ну, ладно. Я умолилась. Я тебя умолюсь.